Девочки, сейчас конкретный лайфхак, как управлять кортизолом при помощи питания. У меня ведь в основном связка это питание, нутриенты, движения, стресс, антистресс. И в этом видеоролике просто с вами поговорим про то, что может влиять на уровень стресса. У некоторых это просто хроническая история, которая просто уже подбешивает. И я скажу, что есть вещи, которые можно учитывать в питании, чтобы влиять на уровень кортизола. Я не люблю эту историю с кортизолом, когда кортизол, тогда и ничего не хочется. Это просто гормон стресса. Сам по себе кортизол это конечно хорошо. Много или мало кортизола, вот это плохо. Представьте себе, что нормальный кортизол это нормальный такой качественный хороший гражданин. А избыточный это какой-то буйный алкаш дядя Ваня, который просто все на своем пути разбивает. И конечно, конечно, есть такая интересная ось гипоталамогипофизарная. И чрезмерная реакция на стресс это избыточная активация. И когда она избыточная, то она влияет и на репродуктивную функцию, и на метаболизм, и на иммунитет, и на работу мозга. А еще напрямую влияет на щитовидку, на гормон роста. То есть в сильном стрессе невозможно эффективно наращивать мышцы. Поэтому перетренированность, недосып, недоедание, плохое восстановление многим не дает результата. Я всегда учу так, тише едешь, дальше будешь. Еще одно звено реакции на стресс это симпатическая система. И конечно здесь мы говорим про активность нейромедиаторов в мозге. И тут супер важно, да, циркадный ритм, естественный пик кортизола, ранние утра, это нормально. Кортизол дает бодрость, минимальный уровень с полуночи до 4 утра. И в это время однозначно надо спать, чтобы мозг работал нормально. Реакция на стресс у всех разная. Правильная реакция это короткая и резкая, в результате которой ситуация полностью исчерпывается. Но у людей есть проблемы, например, резистентность к инсулину, сахарный диабет. Все эти вещи, они влияют на стресс. То есть метаболическое здоровье, если организм не контролирует свой сахар и инсулин, то это провоцирует избыточную выработку кортизола. И тут замкнутый круг. То есть и как мы сами портим ситуацию с кортизолом. Конечно, я про психологию сегодня не говорю, отмечу только тех, кто чего хочет, того в основном и добивается. Но тут есть те вещи, которые человек осознанно делает. Стимуляторы, кофеин, никотин, воспаление. Я не понимаю людей, которые игнорируют очевидные вещи. У них весь организм воспаления, они продолжают все хотят творить. И потом, ну потом все это, конечно, оказывает такую историю нехорошую. Физические травмы, инфекции, постоянные болевые ощущения. Это есть у многих, у меня тоже. Я когда, ну то есть, как вам объяснить? Все зависит от всего. Если вы там что-то перетренировались, или у вас недостаток кислорода, вы сидели целый день. Если вы, не дай бог, курите, или там, не знаю, стимулируете себя постоянно стимуляторами, то на хорошее можно не рассчитывать. У некоторых вообще есть недостаток белка. В частности, дефицит супер важных аминокислот. Особенно лейцина, который содержится в буром рисе, в яйцах, в чечевице, в молоке, в орехах, в семечках. И когда есть дефицит аминокислот, организм вообще ругается. У некоторых есть перебор натрия. У меня, например, проблема с натрием. Я постоянно люблю соленое. Ну, то есть, постоянно подъедаю соленое. Это говорит о том, что надпочечники, ну, как бы, не очень хорошо функционируют. А некоторые, кстати, натрии провоцируют выработку альдостерона, который, в свою очередь, влияет на кортизол. Перебор с омега-6 тоже, ну, просто. Очень у многих, да, у меня тоже часто загулы. Постоянно строгий дефицит калорий я вообще никому не рекомендую. Особенно пожилым, особенно молодым девочкам. Потому что там идут сразу дефициты по витамину А, по цинку, по магнию. И это влияет. И еще один момент. Низкий уровень сахара в крови. Например, такое бывает. И это связано либо с нездоровым образом жизни, либо с проблемой гипоталамуса. Либо вне зависимости от того, ну, в зависимости от поступления еды. И что можно с этим сделать? Я рекомендую первое, физнагрузки. Они влияют на кортизол в перспективе, но не избыточные. Массажи, медитация, йога, молитва. Я люблю молиться, я верю в Бога. И для меня молитва это что-то такое, что, не знаю, короче, нормально от этого. Может кто-то не делает, так я говорю, как делаю я. Танцы, музыка, ограничения простых углеводов. Я обожаю углеводы, но они же делают вот такую историю в голове. Это не очень приятно вам функционировать. Знаете, американские горки. Потом вот так. Пробиотики классно работают, если что-то с кишечником. У меня постоянно была экзема эта дурацкая на ногах. Пока не... Ну, короче, у каждого свои способы, да. И это было у меня год назад. Еще один момент, это пережевывание пищи. У желудка, ну, как бы он не любит, да. Вот я могу съесть очень много салата, но я забываю, что мне там это нужно сделать. Например, за полчаса у меня есть между работой и консультантом. Ну, между работой там максимум несколько минут. И, знаете, получается вот так. Источники фосфодилтерина, мясо, рыба, молочные продукты. Источники магния, я вам перечисляла. Длительное пережевывание, говорю, супер важно. Так же, как и медитация, йога и социализация. Позитивные встречи, общения, источники селена, витамин С, куркумин. Все это влияет. И стресс просто, просто во многих случаях создает проблемы. Поэтому, ноу стресс, лоу депресс, ноу, 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 лоу, лоу. И куркумин туда же. Я, как всегда, шучу, потому что я не могу без юмора. Я не знаю, у меня вот такая история, что, ну, если не шутишь, ну, как бы ничего. Поэтому пишите, подписывайтесь. Пока-пока.